Всем привет, это Бостон. Сегодня у нас на обзоре игрок на Кагуре, который делает все правильно и тащит катки. Посмотрим, как он играет, какие комбинации использует, что собирает и какая у него тактика игры. Из той и с другой стороны стандартный трипл мид, сверху и снизу соло лайнеры. На миду у них линк у нас ланселот, по танкам Акай и Бакси, и по магам у нас Кагура, а у вражеской тимы Эйдора. И та, и другая тима зачистили первую волну на миду, и ланселот пошел крипить синий. Кагура не помогает ему, а идет мешать вражеской трипли, и у нее получается забрать речного крипа. На самом деле это очень важно, потому что линк получит четвертый левел теперь позже. Ланселот отправился забирать синий баф, а Кагуре нужно получить второй уровень, чтобы у нее был эскейп. Все, второй уровень получен, эскейп есть, она бежит, мешает забирать синий, но к сожалению немного не успевает, линк все же синий забирает. То есть тактика на начальную игру такая, получаем второй уровень и максимально мешаем врагам крипиться. На красный баф мы конечно же не пойдем, а вместо этого продолжим харасить врагов. Дальше ничего сверхъестественного, продолжаем зачищать линии, и по возможности снижаем уровень здоровья у врагов. Как я уже много раз говорил, этим мы их заставляем либо отступить на базу, что неплохо, либо отправим их туда принудительно. Хотя вот интересный момент, Кагура увидела, что Уранус наверху сильно прессует Баданга, ну в принципе он может, почему бы и нет, и она с АКМ отправляется на ганг. Использует зонтик, сразу же второй скилл, начинает его автоатаками бить, но Уранус это сложно продамажить, на самом деле он живучий гад. Хотя у него нет ультимейта, без ультимейта еще в принципе убить можно. Уранус понимает, что он живучий, и поэтому начинает нападать на Кагуру, Кагура отпрыгивает на втором скилле, Уранус за ней, но его блокирует Баданг. Кагура телепортируется к своему зонтику, использует первый скилл и First Blood на Уранусе. Здесь конечно ошибка Урануса, он пошел один против троих, при том, что у него не было ульты. С другой стороны, он вполне мог убить Кагуру, если бы его не сблокировал Баданг. Этот игрок на Кагуру собирает сапоги-скороходы для Рома по карте, чтобы быстрее передвигаться. Их можно поменять, к примеру, на сапоги с магическим проникновением. Кагуру использует первый скилл ульту, но Эйдора флэшится, подбегает Ланселот, бьет Эйдору, и получается, что Кагуру ее забирает. Она конечно понимает, что килл надо было отдать Ланселоту, но что поделать, так получилось. Бакси в нее впрыгивает, Бакси нам не страшен, мы если что уходим на Азантия. Тут еще Линк, он хочет забрать Ланселота, но по Линку бьют две башни, и Кагуру его добивает, еще добивает и Бакси. Даблкил от Кагуру, уже 4-0-0 у нее счет. Шикарное начало. Ошибся Линк, Бакси его пытался поддержать, очень много урона он получил от башен, и в итоге умер. Но Ланселота все же забрали. Обрати внимание, как Кагура пользуется зонтом. Она не кидает его ровно по Бакси, она его кидает вдаль от себя, чтобы потом получить щит, просто немного отойдя от зонта. То есть он не пользуется автонаведением, а кидает зонт всегда ручками. Пока Линк все еще на базе, есть возможность забрать вражеский синебаф. Ага, Линк на базе прилетел, блин, за полсекунды. В итоге мечты о вражеском синебафе приходится оставить. Подлетает Бакси, у Кагуры нет эскейпа, она пытается уйти ножками, Бакси промахивается первым скиллом, и в итоге Кагуре удается отступить. Еще раз обрати внимание, как она уходит от преследования. Она опять же кидает зонт не автоматом, а кидает его вдаль. В итоге не только дамажит Бакси, но и получает щит. Вернулись с базой, идем зачищать крипов на Меду. И Ланселот начинает бить черепаху. Кагура подходит на подмогу и встает в кустик. Видит Эйдора, использует первый скилл, ульту еще раз первый скилл, ее Эйдора станет. Использует ульту с зонтом, сам зонт и Карой добивает ее. А тут еще лоу хп шли Линк, Линк никуда не уходит, его добивает Ланселот. Ну и похоже Бакси здесь тоже заберут, правда подходит Фрей, она использует ульту, начинает раздавать люлей. Добили Акая и приходится отступить всем, потому что мало хп. Добить ее у Кагур не получится, потому что все ульты она только что использовала на Эйдоре. Кстати, давай разберем ее комбинации и как она использовала свои скиллы. Итак, встали в кустик, ждем жертву. Жертва подошла, использовали первый скилл, использовали ультимейт и снова первый скилл. В повторе тут небольшая неточность, после использования ульты кулдаун на зонтике обнуляется и его можно использовать заново. А в повторе такое впечатление, что кулдаун не обнулился. Но на самом деле он обнулился и она использовала первый скилл еще раз. После этого подлетаем на втором скилле и даем стан Эйдоре. Но Эйдора тоже использует стан и мы не успеваем использовать ульту. Подходим к Эйдоре, используем ульту, используем зон и добиваем карой. Обрати внимание, что второй скилл не на кулдауне. Его мы используем только в экстренных ситуациях, когда нам нужно отступить. Ну, либо срочно нужно догнать врага, чтобы его добить. Итак, Кагура вернулась на мид и собрала жезл молний. Наверное, потому что у нее все очень хорошо по киллам. Все же первым предметом стоит собирать часы судьбы. Она стоит в кустике, кидает первый скилл, ульту. И я даже не заметил, как Эйдора умерла. Надо это посмотреть в замедленном повторе. Все, 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 это последний замедленный повтор в этом видео. Но просто она сделала все это очень быстро. Кидает первый скилл, использует ульту без зонта. Еще раз использует первый скилл, подлетает к зонту, использует ульту с зонтом и добивает Эйдору карой. Я замедлил видео в 5 раз, чтобы прочекать все ее действия. Ну, а после этого продолжаем стоять на миду. Ну, подходит Уранус, Уранус нас может убить, даже если у нас перефарм. Но, подходит Ланселот, АК, и вот Уранус уже из охотника превращается в добычу. Ну, давай пока посмотрим на его эмблемы. А юзает он эмблемы мага со вторым перком. То есть, с увеличенным уроном по врагам. Но, в принципе, на Кагури пойдут все три перка. И первый, и второй, и третий. Выбирай любой, какой понравится. Опа! Ганкнули Линга. И что? Сейчас заберем синий баф. И забрали синий баф. Шикарно. Пока идет все просто прекрасно. Забираем вышку на миду. И отправляемся вниз ганкать Фрею. У нас приличный перефарм. Наносим урон зонтом. Используем ульту зонт еще раз. Но Фрея почему-то не наносится никакого урона. Она использует ульту. И шатдаунит Кагуру. Хоть и у Кагуры был приличный перефарм по сравнению с Фреей. Фрея под ультой все равно смогла убить Кагуру. Возможно, все это за счет лайфсилы щитов. Нужно учесть, что с бойцами нужно быть поаккуратней. Даже если у тебя есть неплохой перефарм. Но Кагуру не расстраивается. И снова нападает на Фрея. Использует полную комбинацию. Тут впрыгивает Линк. Фрея все же получается убить. Но Линк разменивает Кагуру. Далее наш игрок фармит на линии. И собирает антихил. Антихил он собрал против Урануса. И против Фреи. Так как у них очень высокий реген ХП и щиты. Намечается Файт на Миду. Кагуру использует зонт. Ульту убивает Линка. Бадан классно ультует. Убивает Фрею. Но по итогу все три килла получает Кагуру. И только-только она начала собирать часы судьбы. Все у синей команды очень хорошо. Кагуру начинает бить Лорда. К ней подходят Ланселот и Эсмеральда. Они бьют Лорда. А Кагуру стоит в пусте, как смотрит, чтобы никто не подошел и не помешал убивать его. Когда она поняла, что уже точно никто не подойдет, она подошла, чтобы побыстрее убить Лорда. В итоге Лорда получается убить, но все лоу-хпшные подходят Уранус. У Ланселота получилось отступить, а вот Эсму враги забрали. Идет Кагуру вместе с Лордом. Тут ее же встречает Акай, подходит Баданг. И тут Баданг видит, что Уранус пушит нижнюю линию. В итоге он отправляется к Уранусу. А Ланселот решил в это время забрать красный баф. По итогу Акай и Кагура остались вдвоем против четверых. Кагура пускает свой зон, пытается кого-либо продамажить, но ее убивают. А Эсмеральда в это время была мертвой на базе, и она только-только воскреселась. Кагура выходит с базы. А Эсмеральда убивает Эйдора. Она пытается отпушить линию, надо зачищать крипов. Тут катается Бакси, ситуация очень невыгодная, потому что в пятером против троих. И умирает Баданг. В итоге играют сейчас 5 в 3. А Уранус начинает потихоньку пушить центральную линию. Получилось от дефа тмит. И вон уже выходит Баданг. Он идет защищать топ от Фреи. Какой-то бешеный урон от Эйдоры. И она вырубает Эсмеральду. Часы Судьбы только-только начали стакаться. И полные стаки еще будут очень нескоро. Ну а как ты знаешь, на полных стаках герой с Часами Судьбы получает дополнительный бонус от этого предмета. Красная Тима снова в большинстве и снова давит центральную линию. Продавить центр не получается, поэтому они начинают сплитпушить. Сверху Фрея, а снизу Бакси. К Бакси подлетает еще и Линк. Подходит Уранус. И они все вместе убивают Баданга. Кагура пытается подойти. Там зажат Ланселот. Она использует тульту, использует свою комбинацию. И добивает Бакси. Но, к сожалению, умирает и Ланселот. А сверху в это время Фрея допушила башню. Минус башня на топе. Да, что-то явно расклеилось в игре Синих. А стратегия сплитпуша от Красных очень эффективно себя показывает. В итоге центральная линия вообще не пропушена. А верхняя и нижняя башни пропушены почти полностью. Кагура кидает зонтик, использует ультимейт и шатдауни Тейдору. Просто дикий дамаг. Линк ее хотел убить, но она отошла на втором скиле. Ну и пока находила на базу лечиться, Уранус допушил нижнюю башню. И на меду, кстати, одну башню тоже уже вынесли. В итоге катка, казалось бы, из выигрышной превращается в проигрышную. Кроме этого, за уничтожение такого количества башен, Красная Тима получила очень много голды. Уранус стоит на красном бафе. Красная Тима забирает красный. Подходит Акай, но тут Уранус, он прям давит. Прям давит Уранус. Ультует Эсмеральда, ультует Баданг. Но они никого не убивают. Бакси очень танковый, вот только-только получилось вынести Бакси. Все жутко продамажены. И Уранус добивает Баданга. Размен один в одного. И вражеская Фрея уже на лорде. Пока Синяя Тима защищается. Бьют, бьют Урануса. Бьют, бьют Урануса. А Уранус бегает и не убивается. Просто живучий. Наверное, самый живучий герой в мобле. А в это время Линк убивает лорда и припрыгивает на мид. Прыгает в Ланселота. Минус Ланселот. Линк ультует. Кагура кидает зонтик. Уходит на зонтике. И отходит, хилится. Берет щит зонтика. Кидает, попадает по Лингу зонтом. Еще раз кидает зонт. Использует ульту. Минус Линк. И Кара его второй раз добивает. Линга нет. Уже лучше. Баданг убивает Урануса и Фрею. Вообще замечательно. Но сверху идет Лорд. Баданг зажимает Бакси. Ульты у него нету. Бакси живучий. Но все же и Бакси добивает. Остается одна и Дора и Лорд. Ну что ж. От Лорда теперь можно будет точно защититься. По Галде небольшое отставание от Красных. Немного промотал вперед. Красные воскресились. Убили Эсмеральду. И синие снова защищаются на базе. Тут Кагура видимо решила рассказать своим тиммейтам, какие они замечательные союзники. И продолжила борьбу. Ну а дальше в течение минуты Красные пытались продавить Синих. Но у них это никак не получалось. Фрея байтит. Кагура не ведется. Уранус зашел под башню. Но Уранус опять живучий. Он сейчас себе все отрегенит. Кагура кидает зонт. Использует ульту. Использует ульту еще раз. Полная комбинация. И это дабл килл. Ситуация получается уже 5 в 3. После этого Синие забрали лорда. Убили Урануса. Лорд выходит на центральную линию. И Кагура остается защищать базу от миньонов. Потому что в любой момент сюда может прилететь Линк. И вынести базу. Линк остался защищать свою базу. Поэтому Кагура подошла на мид. И вместе с Лордом Синие пронесли трон. По итогу 16-3-10. И 29% урона. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok